Меня зовут Григорий Владимирович Анатолий. Я представляю компанию SnowForge. Я расскажу вам о нашем опыте в разработке гибридного контента, а именно, гибридного клиента в контенте. Вобидного клиента в контенте. Это, вообще говоря, технический реклам. Вам будет наиболее интересен людям, которые только собираются разработать новые контента и репортировать существующие для платформы Tizen. И, наверное, в первую очередь он оценивает для разработчиков, которые имеют опыт более абнативной разработки, нежели Web или HTML5. Как все так получилось? Дело в том, что в октябре прошлого года компания Samsung проводила конкурс мессенджеров ВКонтакте для Tizen. Условия надо было разработать в течение месяца рабочие предложения именно для этого мессенджера. Сроки были очень жесткие, объем функционалов большой, три полосы провести. Очень блага работа. Мы с этим справились и заняли первое место. Сейчас мы занимаемся сформированием уже полноценного приложения ВКонтакте для платформы Tizen. Так. Собственно. Идем дальше. Первый выбор при разработке приложения для Tizen, которые должны быть сделаны разработчики. это, собственно, тип приложений, которые собирались разрабатывать. Всего можно выделить три разных типа. Это новое приложение. Приложение, которое основано на технологиях HTML5, CSS3, ну, JavaScript, разумеется. и плюс еще простройки девайсы, которые содержат функционал конкретный для устройства. То есть предоставляют, например, поступки файловой системе, контактов, уведомлений и прочее, прочее. Такие приложения обеспечивают, в принципе, неплохую производительность. Вот. И один из основных плюсов, это, конечно, использование существующих стандартов. Следующий тип это дативные приложения. Дативные приложения пишутся на C++ с использованием с использованием фреймворка сабит Tizen, Tizen. То есть вот Tizen есть свой C++ вид. Вот. Довольно специфичный. Собственно. Вот еще. Из плюсов можно выделить то, что вы можете делать. Ну, практически все будет работать быстро. Но это довольно сложно. И вы потратите, скорее всего, довольно много времени на работу. Кроме того, если HTML5 стандарт уже существует не первый год, и его реализация на Tizen, то есть на WebGit тоже уже развивается довольно давно. это довольно точный стандартный фреймворк Tizen нативный. Он все же довольно новый. Новый. Вот. Поэтому вы тут более обеспуете что-то среднее, что-то новое, что-то, ну, что-то никто не встречал у вас. и есть... А, кроме того, нативные предложения бывают двух типов. Это приложения использовательских интерфейсов собственно, обычных приложений и сервисов. сервисов не имеют интерфейсов никакого. Они предназначены для выполнения какой-то работы периодически, ну, или продолжительной работы. Гибридные приложения это третий тип приложения, которые, собственно, представляют собой комбинацию веб, пользуют WebUI и датильных сервисов. Вот, при выборе стоит взвесить все плюсы и минусы и так же учитывать ваш собственный опыт. На самом деле, что-то довольно интересно, у нас в команде опыт разработки с пользователями вводной технологии был очень большой. В основном все разрабатывали кто-то на C++ делает C++, кто-то на Java, и так далее для аутерброда еще один человек от одного пути в силу раньше но все же взвесив все за и против мы решили использовать гибридные подходы. Составляющая гибридового подхода это пользовательский интерфейс. Основные плюсы здесь преимущества для воспроизведения пользовательского интерфейса на веб-технологиях здесь предчислены быстро удобная разработка проверенные временем обе вот это на самом деле очень удобно потому что если у вас возникает какая-то проблема 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 всегда возникает возникает вопрос как решить проблему и в случае веб-технологии вы всегда в практике залезли на степи или если нужна какая-то библиотека идти в тот же проект в Github вот ну соответственно следующий пункт это вот доступность существующих библиотек в Gquery Gquery Mobile в случае Dyson в комплекте с SDK идет WebUI фреклог который построен на основе Gquery Mobile который предоставляет биджеты выглядящие более-менее на диплом вот используя веб подход также символовращают портированные существующие приложения или приложения для веб технологии в общем существует большое количество инструментов EDE оплатчики в составе например в составе тестований идет веб-инспектор который я принимаю еще один раз и расскажу один раз вот вот на этих на этих на этих на этих на этих цена следующий вид он работает в фоне позволяет иметь доступ к более решительному API позволяет выполнять сложные какие-то вычисления обработку тяжелых данных ну и на этих сервис также позволяет использовать существующие сисии плюс-кульсовые библиотеки где это необходимо несколько слов о приложении ВКонтакте это приложение наверное вам всем знакомо я имею в виду мобильное приложение но предоставляет доступ практически ко всем функциям социальной сети вконтакте и обладает очень внушительным функционалом именно вот метод сообщения просмотра настей просмотра профилей пользователя работа саму просмотра прослушивания аудио видео фотографии вот чего еще вот собственно скриншоты дизайна приложения ВКонтакте для платформы Тайзена а дизайн здесь можете заметить что он представляет собой смесь андроида алиоса и немного Тайзена Тайзеновских гайдлайн вот вот совместно нам пришлось писать практически все виджеты и сами но благо это было не очень сложно использование веб технологии в этом плане сильно упущает работу вот описание данного приложения это с моей точки зрения очень проблематичное решение вот то есть вы можете конечно быть перфекционистами и писать S++ но когда вы сталкиваетесь с реальностью или с истоками то можно сделать например компромисс фонциал основные составляющие веб интерфейса веб приложения это пользовательский интерфейс соответственно большая часть работа с девайсами не так много работа с себи в контракте то есть работа с себи в контракте то есть как будто здесь устанавливается там все очень просто вот и работа на джаваскрипте и на джакроиде с себи в контракте очень очень просто очень просто ну локальные хранящие данных то есть много шифровых данных про это я не могу сказать инструменты вот довольно много инструментов или биотек которые вы можете использовать и я кратко рассчитываю про некоторые из них ну тут наверно много останавливаться не буду а правильно сегодня уже много раз говорили вот отмечу что дисплюсов это очень просто кастомизировать интерфейс а да и еще один такой момент то что одна из сложностей сложности для веб-производов кончиков это поддержка множества браузеров вот вот такой у нас проблемы не было здесь единственный драузер единственный движок это гид который предоставляет одну из лучших реализаций стандарт и ищите мэри файл так вот я остановлюсь на таком партном инструменте но про файлер и инструменты которые позволяют прямо во время работы проактивировать интерфейс вам не нужно останавливать положения вносить изменения и только пересомирать и только после этого вы можете увидеть новый код как работает новый код здесь все проще вы просто вносите изменения экспериментируйте вот когда получается не то что вам нужно вы это уже можете основной код приносить пара слов про вешалку UI на HTML5 но дело в том что поначалу она может быть очень непривычна для людей которые пришли из мира Android WPF или Qt вот тут соответственно какие возможные решения поиск ответов по стекам workflow экспериментирования пока не заработали но на самом деле новый стандарт решает очень большое количество проблем связанных с сверсткой в Xbox и и другие связанные кэширование 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 позволяет пользоваться приложением ВКонтакте даже при отсутствии активного интернации людей среди вариантов которые можно выбрать на платформе Тайзер есть доступный индексы дуба автономовское хранилище и выпуск мы использовали выпуск по сути тот же скрыл онлайн вот там было не проще кэширование данное сообщение диалоги пользователя чатом настройки настройки можно хранить через девайсы Google но уже как в компании поскольку мы пришли из мира все же активные разработки и больше работали с языками с статической индивизацией поначалу у нас возникали проблемы и было много ошибок мы довольно быстро приняли решение использовать Google Google компания который позволяет на самом деле он выполняет две функции с одной стороны он оптимизирует ваш файл собирается сейчас выполняет оптимизацию уменьшает ускоряет а с другой он проявляет макаленность делается это средством анновации типов комментариев существует довольно много альтернатив в принципе сейчас не обязательно расстанавливаться на Google Cloud в компаниях есть довольно интересное решение на компаниях у нас не было можно когда-нибудь открывать Dart Google Google Cloud но это все же Dart это уже отдельный язык вот на самом деле можно даже писать насильную с плюсами Java и комбирировать этот JavaScript при желании то есть если вам не нравится JavaScript это не повод не писать веб приложение не разрабатывать веб приложение сейчас довольно много этих есть кроме того Google Cloud лошадь также позволяет предоставлять средства для разработки в стиле Java именно OOP адекте там есть наследование есть множество наследований есть интерфейс на самом деле иногда возникает ощущение при программировании сглубок кожи потому что ты программируешь нажали в модуле как я уже сказал поддержка со стороны IDE вот очень важный момент я считаю дело в том что у условно-тиквизированных языков есть такая слабость и без знания контекста в run-time сложно IDE сложно предсказать вам выдать какие-то дополнения подсказки а используя аннотации типов которые есть в Google Cloud IDE может помогать вам как это делает для JavaScript и других языков вот в WebStorm IDE от JetBrains есть просто при высоких подачах оно нам очень понравилось понятно отлаживаемый код на выходе тоже я считаю очень важные свойства для таких компиляторов или процессов JavaScript для что вам с этим кодом который выходит дисконферирован еще поменять плавление души не все так дативный сервис мы сравниваем написание кода с помощью вот дативного фреймворка и с помощью JavaScript и разницы нормы порядок во первых кодов сложности сложности поддержки сложности отладки поэтому соответственно мы приняли решение минимизировать дативный код и ограничить его только тем что действительно необходимо это получение получение полного предъявления подобных сообщений отображение сообщений с помощью модификации многим плаверам которые работают в фоне проигрывания сжатие изображения после закрытия приложений дативные сервисы продолжают собственно для чего все и нужно как взаимодействуют дативные и веб приложения Тайсон предоставляет несколько средств несколько способов для взаимодействия приложений Application Control позволяет запускать приложения с какими-то командами например вы можете запустить вот сказать хочу открыть файл там в картине система сама будет какое приложение требуется запустить датаконтрол для обмены данными месседжпорт я про них не расскажу кратко но еще есть мы их не используем месседжпорт 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 довольно простой для обмена командами команды 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 это простые сообщения которые состоят из названия и обычные карты ключи значения строки для передачи сложной команды это становится уже не очень удобно поэтому тут проще использовать JSON передавать его в качестве параметра дальше пасет стороне JSON и JSON плюс никаких проблем то есть довольно слабо и правильно компания вот вот два типа passage формов локальный и ремонт локальный служит для получения данных ремонт для отправки данных связь может быть однонаправленный или внутнонаправленный в нашем предположении это внутнонаправленный связь между связьми и приложением тут стоит помнить только то что существует ограничение на объем данных которые были между массажерами рекомендуем использование размер сообщений 4 кг если вы будете часто посылать сообщения с большим скречным объемом данных то у вас возникнут проблемы машиночек высокий потому что нам можно быть и сторон для этих целей можно использовать другие искусственные ряды что вот собственно все хотелось сказать еще что гибридный подход это практичный подход и позволяет быстро и эффективно разрабатывать вам разрабатывать приложения для и если вы планируете разрабатывать предложения то следует рассмотреть посерьезно вопросов спасибо большое Анатолий коллеги если есть вопросы подводите руки вопросы если возникнут вы можете всегда подойти к Анатолии личной и подойти спасибо большое